Здравствуйте! Минздрав России недавно озвучил не очень радостные цифры. Младенческая и материнская смертность в Архангельской области продолжает быть значительно выше средней по стране. Шанс изменить эту статистику у нас есть, но только вот не очень торопятся ответственные лица. Сегодня в центре нашего внимания сверхсовременный перинатальный центр, который должен открыть двери к концу этого года в нашем регионе. Это место, где будут принимать сложных рожениц и новорожденных. По плану к июню, который уже кончился, должны быть закончены все строительные работы, а вот в эксплуатацию должен состояться не позднее декабря. Такую задачу ставил президент страны два года назад в рамках реализации программы развития перинатальных центров в России. Строительство этого важнейшего объекта на территории Архангельской областной больницы идет с большим отставанием в графике. Год назад мы, члены комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы, уже обращали внимание правительства Поморья на необходимость усилить контроль за стройкой. Но задержка растет. Об этом знает и заказчик, государственная корпорация Ростех, и генеральный подрядчик Ростехсоцстрой, и, разумеется, министры строительства и здравоохранения. Однако подрядчик лениво только еще ставит окна на верхних этажах. А еще фасад, внутренняя отделка, коммуникации. Кстати, Федеральный Ростех курирует такие типовые семиэтажные перинатальные центры на 130 коек в 14 регионах. И почти везде, а это Оренбург, Брянск, Уфа, они уже начиняются оборудованием. А мы опять в хвосте. Стоимость всего объекта более 2 миллиардов 800 миллионов рублей. В том числе 608 миллионов софинансирования из областного бюджета. Но задержки строительства всегда влекут за собой удорожание работ. Справимся ли мы с этим? К тому же, долго времени потребует установка и наладка оборудования, на котором еще будут обучаться медики. Недавно я вновь направила в корпорацию Ростех депутатский запрос с требованием усилить работу. Насколько мне известно, проблем с финансированием нет. Налицо слабая работа подрядчиков. И можно предположить, что виновными в срыве графика опять объявят общий экономический кризис и погодные условия. До свидания.